Глава 3. Продолжение. Глава 3. Продолжение следует. Глава 3. Продолжение следует. Из-за страха перед неизбежными выводами, к которым подобные комитеты могли прийти. Рабби Ицхак Бен Хаим из Воложина, возможно крупнейший религиозный деятель своего времени и глава умеренного крыла литовской школы приехал в Вильню, чтобы организовать кампанию против комитетов. Или по данным одного источника Маскелим для сбора средств в целях подкупа его членов. Разочарованный этими результатами, Уваров пришел к выводу, что образовательным и интеллектуальным возрождением евреев России должны заняться евреи из Западной Европы. С этой целью в январе 1841 года он вызвал Макса Лилиенталя обратно в Санкт-Петербург, где они посвятили пять недель разработке новой стратегии просвещения евреев. Было принято решение пригласить еврейских деятелей из Германии, а также составить специальные учебные планы для новых училищ. Лилиенталь немедленно приступил к выполнению обеих этих задач. Он написал некоторым из наиболее влиятельных интеллектуальных лидеров западноевропейского еврейства, в том числе Леопольду Цунду, Аврааму Гейгеру, Людвигу Филипсону, Шмуэлю Давиду Луцатта, настаивая на большем их содействии в подборе местных преподавателей для новых училищ. В этих письмах он с энтузиазмом рассказывал о новом проекте и обнаруживал свое наивное и ошибочное представление об открывающихся возможностях. К примеру, Луцатта Лилиенталь написал довольно высокопарное письмо с просьбой предоставить ему подробный план деятельности в раввинской семинарии в Падуе, а также имена ее выпускников, которые пожелали бы отправиться в Россию. Если бы было возможно удостоиться чести назначить некоторых выпускников вашей семинарии, которые еще не подыскали себе должности, директорами 800 училищ, которые планируются основать, я почел бы за счастье оказать государству такую услугу и найти этим господам область деятельности, где они смогли бы с успехом применить свои знания. Более того, здесь перспективы для них открываются лучше, чем где бы то ни было. Они получат содержание от государства, Россия вознаградит их за распространение знаний и культуры, но еще большей наградой будет благодарность государству. Настанет день, когда исполнятся их самые смелые надежды. Посему, если найдутся среди ваших выпускников, желающие участвовать в великой миссии Кедуш Хашем, не соблаговолите ли вы незамедлительно по получению сего письма выслать мне письмом с оплаченными почтовыми расходами их дипломы и рекомендации, а также их адреса, чтобы правительство имело возможность безотлагательно известить их о своем решении. Нужно спешить. Эт ла асот ла шем. Пришло время действовать, не мешкая во имя Всевышнего. Картина, представленная Лилиенталем, была здесь явно приукрашена. Спешить не стоило, но 25-летний Лилиенталь, опьяненный своей почти мессианской ролью, горел желанием действовать. Луцатта и другим своим корреспондентам он рассказывал о грядущей эмансипации русского юриста. За обретением культуры последует эмансипация, вслед за знаниями права человека. Выпускники училищ незамедлительно получат все гражданские права. Это великое и славное событие, которого еще не знала наша история. Не слишком внезапное освобождение от УССР без возможности воспользоваться свободой, как это было во Франции, но бесконечная борьба без достижения малейших результатов, как в Германии. Едва ли кто-либо давал Лилиенталью подобные обещания. В своих воспоминаниях он писал, что когда он решительно предложил Уварову, чтобы рассеять сомнения евреев, дарование им эмансипации или хотя бы некоторого улучшения гражданского положения, Уваров просто заверил его в том, что государь честен в своих намерениях. Однако Лилиенталь часто был склонен все крайне преувеличивать. Его письма возбудили живой интерес в среде западноевропейского еврейской интеллигенции. Луцатта, по обыкновению наиболее трезвый и осторожный из Маскилим, написал благосклонный ответ, в котором выражал сожаление по поводу недостаточного количества выпускников семинарии и предложил Лилиенталью присылать к нему учащихся из России, а царскому правительству финансировать периодические издания на древнееврейском языке, посвященные распространению идей Гаскалы, которую он мог бы редактировать. Хотя Лилиенталь просил его не распространять новость о готовящихся реформах, Луцатта все же показал письмо Цунцу и Исааку Йосту, считая, что облегчит участь безработных маскилин Германии. Филипсон и другие деятели моментально составили списки подходящих кандидатов на должности преподавателей. И Йост во Франкфурте стал собираться в путь и даже начал изучать русский язык. В кратчайшие сроки Лилиенталь получил список более чем 200 немецких евреев, желающих отправиться в Россию и преподавать в новых училищах. Одновременно Лилиенталь спешно составлял подробный учебный план для этих училищ, который направил в Министерство по возвращению из Риги. В этом документе он также подчеркивал необходимость выписать немецких евреев на должности директоров. Он предлагал, чтобы занятия пока велись на немецком языке с постепенным введением русского, а также рекомендовал сделать училища бесплатными и ввести в учебный план такие предметы, как огородничество, земледелие и черчение. Он также советовал предоставить выпускникам училищ возможность поступать на государственную службу, учиться в любом из университетов и жить после завершения учебы за чертой оседлости. Уваров согласился со всеми пунктами, кроме последнего, которые он признал осуществить было невозможно. В конце 1841 года у Лилиенталя появилось еще одно поле деятельности. Ниссан Розенталь, один из первых влиятельных москелин из Вильны, который незадолго до этого получил звание почетного гражданина за заслуги перед империей во время польского восстания, в это время был вовлечен в борьбу за власть над общинными образовательными учреждениями города. В декабре 1841 года он подал прошение Уварову о разрешении основать училище нового типа в Вильне. Министр дал свое согласие и поручил Лилиенталю, который в это время находился в Риге, сопровождать Розенталя в Вильну и помочь ему в учреждении училища, а также доложить об отношении членов общины к образованию, основанному на началах просвещения. Хотя к тому времени Лилиенталь прожил в России более двух лет, он так ни разу и не встретился с представителями традиционного русского еврейского общества. Культура и мировоззрение небольшой еврейской общины Риги были полностью ориентированы на западные общественные и духовные ценности. В Санкт-Петербурге вообще на тот момент не было еврейской общины, кроме находившихся там солдат-евреев. Приехав в Вильню, Лилиенталь был буквально ошеломлен тем, что город населен в основном русскими евреями. Вслед за Наполеоном, вошедшим в Вильню в пятницу после полудня в 1812 году, он тогда воскликнул. «Господа, мы в Иерусалиме», — Лилиенталь писал, — «я никогда прежде не наблюдал такое количество евреев при почти полном отсутствии крестьян. Куда ни посмотри, из-за каждого угла, из каждого дома выходили евреи, некоторые столитами и филинами, возвращались из Бейт-Гемидраша, другие спешили по своим делам, большинство с серьезными мрачными лицами, погруженные в свои мысли и занятия. «Приехав из Германии, где во всех городах евреи всегда находились в меньшинстве и практически незаметно среди преобладающего христианского окружения, я был ошеломлен, оказавшись в этом еврейском улье. Мне тоже почудилось, что я не в России, а в Палестине. Таким полностью и совершенно еврейским городом предстала передо мной Вильна». Слабая осведомленность Лилиентали о жизни русских евреев не помешала ему давать им наставления по поводу того, как следует их жизнь лучше. Через два дня после приезда в Вильну он встретился с кагальным руководством, чтобы обсудить новую политику правительства в сфере образования. Впервые евреи были публично извещены о планах Уварова. Их реакция стала первым симптомом значительной перестройки политики и идеологии русского юриста. К сожалению, не существует достаточного отчета о ходе этой встречи. Многие историки описывали ее, основываясь исключительно на воспоминаниях самого Лилиентали, не подвергая их критическому анализу. В целом, воспоминания о Лилиентали изобилуют приукрашиваниями в целых самооправдания и в высшей степени сомнительными пересказами бесед. И поэтому пользоваться ими нужно с большой осторожностью. Воссоздать встречу представляется возможным лишь в общих чертах. Известие о приезде Лилиенталя ввергло старейшин общины буквально в панику. Однако они осознавали, чтобы обойти его вниманием и отказаться от встречи было бы неблагоразумно. Они явились на собрание и попытались убедить Лилиенталя в том, что как человек посторонний, он не понимает особых обстоятельств, в которых пребывают русские евреи. И истинных, то есть миссионерских мотивов правительства. Маскелим, разумеется, горячо поддержали Лилиенталя и в конце концов сумели добиться компромисса, который был достигнут на встрече. Община попытается выделить 5100 рублей из благотворительных фондов на создание нового училища. Представив этот план на одобрение общему собранию евреев в Вильне, окончательное решение принять не удалось. Между тем, руководителя минского Кагала пригласили Лилиенталя изложить им свои соображения. Виленский и Маскелим советовали Лилиенталю отклонить приглашение, поскольку в Минске число маскелим было незначительным, и город полностью находился под властью традиционалистов, в том числе солидной хасидской общины. Несомненно, что приглашение было частью замысла по саботированию правительственных реформ. Лилиенталь не внял предостережением и приехал в Минск в конце января. Этот визит стал сильнейшим потрясением в его жизни. Евреи Минска успели подготовиться к его приезду и выработать стратегию, чтобы противостоять ему. Казалось, вся община объединилась против него и была готова открыто заявить об этом. На встрече Лилиенталь столкнулся с яростным сопротивлением. Было единодушно выражено сильнейшее негодование по поводу готовящейся в школе реформы. Руководители Бейт-Га-Медраша угрожали изгнанием и анафемой любому, кто осмелится поддержать эту легкомысленную идею. Меламеды, решительно сплоченные, в едином порыве, в мрачных красках, описывали кару, уготованную тем, кто приведет детей к отступничеству. На своих лекциях раввины не уставали цитировать Талмуд, доказывая всю греховность того, кто станет читать эту мерзость. Все собрание было решительно настроено против любого, кто осмелился бы высказаться в мою пользу. Лилиенталь покинул встречу еще до ее завершения и через три дня вернулся в Бильню. Последнее, что он услышал в Минске, были насмешки и издевки игравших детей, кричавших ему вслед на смеси русского и идиша. Школес нежелаем. Впрочем, этих слов он понять не смог, поскольку не знал ни идиша, ни русского. Рассказывая об этой встрече, Уварову Лилиенталь подчеркивал, что корень всех зол – фанатичность толпы, подстегиваемой учителями-традиционалистами, которые боялись потерять места. Однако своему духовному наставнику, Людвигу Филипсону, Лилиенталь признался, что Минский Кагал высказал более трезвое и глубокое суждение. Пока евреям не предоставят гражданских прав, светское образование не принесет им ничего, кроме бед, поскольку оно внушит им безосновательные надежды на улучшение правового положения. Самому Уварову о том, какие сложные аргументы были приведены против его наивных идей, Лилиенталь не рассказал. Новость о скандальном собрании в Минске вскоре дошла до Вильны, и этот пример воодушевил виленских традиционалистов впереди в наступление. На общее собрание, организованное для обсуждения предварительных выводов, сделанных во время предыдущей встречи, традиционалисты явились целой толпой. Один из москелин, присутствовавший в зале, записал все происходящее, не упустив и такой иронической детали. Огромная толпа заполнила за заседание и хлынула во двор. Старики и молодые, ремесленники, учителя, даже слепые и хромые. Вскоре они начали высказываться по поводу неверного, который пришел, чтобы заманить их сыновей в нечистые школы и сбить с пути истинного. Портной сказал, выколоть ему глаза иглой, сапожник проткнуть ему уши шилом, мясник связать его, как козла на убой, кузнец закрыть ему рот на замок, чтобы не мог открывать его. А учителя в первых рядах сказали, будьте сильными, братья, будьте сильны во имя нашего народа и юношества, укрепим обычаи наших отцов. Мы не хотим иметь ничего общего с Лилиенталем и его последователями и их обычаями. Толпа монотонно повторяла, не желаем, не желаем. Вскоре в зале началась полная неразбериха и пришлось вызвать полицию. Служитель общины был арестован, а пожарная команда разогнала собравшихся, окатив их водой и шлангов. Лилиенталь снова бежал, опасаясь за свою жизнь и вскоре уехал в Петербург. Этот серьезнейший публичный провал не убедил Лилиенталя отказаться от своей миссии. Напротив, он понял, что у него появилась долгожданная возможность избавиться от неудовлетворявшей его должности в Риге и занять пост в министерстве. В своем письме Уварову, которое до настоящего времени не опубликовано, Лилиенталь объяснил, что яростное сопротивление еврейских масс в школьной реформе обречет планы правительства на полную неудачу, если только он не получит официального назначения возглавить кампанию по привлечению евреев к посещению новых училищ. Находясь в столице, Лилиенталь порекомендовал правительству передать все еврейские учебные заведения под надзор Министерства народного просвещения, а затем создать Равинский сенот по образцу наполеоновского Сангидрина для утверждения министерской реформы еврейских училищ. Уваров одобрил это предложение не только потому, что оно согласовывалось с его планами по перевоспитанию евреев, но и по той причине, что оно давало значительно больше власти его министерству, в то время как его соперник, министр внутренних дел, оказался в этом вопросе под его юрисдикцией. 22 июня 1842 года Николай I одобрил закон, согласно которому в ведение Министерства народного просвещения переходили все еврейские школы, включая Хедера, Ешивы и другие, какого бы наименования они ни были, в коих евреи занимаются как ученым толкованием закона своего и книг священных, так и обучением и воспитанием юношества. В Санкт-Петербурге также учреждалась раввинская комиссия для ближайшего содействия видам правительства. Эта комиссия должна была состоять из четырех раввинов, по одному из каждого генерал-губернаторства, в которых проживали евреи, и именоваться высочайшей учрежденной императорской комиссией для образования евреев в России. Неожиданно в то же самое время Уваров дал Лилиенталь еще одно задание. Объехать всю черту оседлости в качестве представителя Министерства народного просвещения, чтобы подобрать подходящих кандидатов в раввинскую комиссию и доложить о том, насколько распространены идеи просвещения среди евреев, а также о наличии преподавателей для новых училищ. Как полноправный представитель власти, Лилиенталь обеспечивался защитой полицейских чинов и всеми привилегиями имперского чиновника. Его задачей было убедить евреев, что намерение правительства состояло в том, чтобы подготовить их к истинно культурной и нравственной жизни, приблизить к общепризнанной цивилизации, никак не посягая на их веру. Разумеется, Лилиенталь опасался возвращения туда, где был унижен и попытался упростить задачу, изложив свои идеи в полемистическом памфлете, издав его в Вильне. Поскольку его знание древнееврейского языка оставляло желать лучшего, Лилиенталь написал памфлет на немецком, а на древнееврейский язык его перевел маскил, шмуэль и финн, озаглавив магит, ешуа, возвращающий избавление. С одной стороны, в своей брошюре Лилиенталь привел те же самые аргументы, касающиеся евреев. Николай I в своей безграничной мудрости соизволил возвысить евреев, предоставив им право на достойное образование, которое позволит им улучшить свое неблагоприятное экономическое положение. В то же время, такое образование ничем не угрожает евреям, ибо не посягает ни на одну из западов и торы, или какой-либо обычай, установленный раввинами. Новые училища принесут евреям только счастье, процветание и безопасность. В то же время, сочинение магит и ешуа недвусмысленно предупреждало, что правительство не оставит безнаказанным любое вмешательство в свои планы, как и оскорбления, которые могут быть нанесены Лилиенталю во время его поездки. Она была задумана не для того, чтобы провести опрос мнений евреев по поводу реформ или заручиться их согласием, а лишь с целью известить их о благородных намерениях правительства. Неподобающее поведение, как во время его визитов в Минск и Вильно, будут иметь самые серьезные последствия. Государь и его министры готовы закрыть глаза на прошлое проявление непримиримости евреев, однако дальнейшее сопротивление будет служить доказательством их красколюбия, вырождения и непоминовения законом, в чем их постоянно обвиняют при дворе. Если же они подчинятся требованиям правительства и последуют рекомендациям Лилиенталя и будущей раввинской комиссии, им ничто не будет угрожать. Брошюра «Магит Ешуа» была напечатана тиражом в нескольких тысяч экземпляров и разосланным по всем общинам, которые намеревался посетить Лилиенталь. Хотя сообщалось о том, что группа хасидов сожгла эту брошюру, она все же произвела желаемый эффект и нападкам Лилиенталь больше не подвергался. Без сомнения. Прежде всего потому, что его постоянно сопровождала полиция. С июля по декабрь 1842 года Лилиенталь исколесил черту вдоль и поперек. Побывал в Риге, Митаве, Ковно, Вильне, Минске, Гродно, Белостоке, Житомире, Бердичеве, Каменец-Подольске, Кишиневе, Одессе, Херсоне, Умане, Киеве, Чернигове, Могилеве и Витебске. Везде, даже в Вильне и Минске, общины встретили Лилиенталь достойно. Выслушали его и предложили кандидатов в Равинскую комиссию. В большинстве городов он был встречен любезно, но прохладно. Но в южных городах, оплотах Гаскала, его восторженно приветствовали. Важной причиной позитивного приема, оказанного Лилиенталью традиционалистами, являлась поддержка лидера литовского еврейства Раби Ицхак Бен Хаимом из Воложина. В частной беседе, состоявшейся в канун Йом-Капура 1842 году, Раби Ицхак не то чтобы совершенно одобрил планы правительства, однако согласился войти в состав Равинской комиссии в Санкт-Петербурге. Причины, толкнувшие его на этот шаг, были неоднозначными. Во-первых, в свое время он принадлежал к умеренному течению в Равинском иудаизме. Его ешива считалась наиболее просвещенной в России. Согласно некоторым свидетельствам, он даже разрешал обращаться к комментариям и переводам Библии Мендельсона. Не будучи приверженцем основных принципов Гаскалы, он тем не менее благосклонно относился к некоторым предложениям по реформе образования. Восприимчивость к умеренным реформам подтолкнула его в этом начинании на сотрудничество с правительством, что давало ему возможность контролировать реформу изнутри. Эта идеологическая умеренность, как считают многие исследователи, была не единственной причиной его решения. Менее двух лет прошло с того времени, как Рабби Ицхак отклонил предложение войти в состав правительственной комиссии. Видимо, в ходе беседы Лилиенталь подробно описал ему опасные последствия действий оппозиции, которые он в деталях представил в Магит Ешуа. Он сказал Рабби Ицхаку, что Николай I хотел отправить всех евреев империи на каторгу, и только два министра Уваров и Киселев убедили его не делать этого и предложили исправить евреев с помощью образования. Если реформа встретит сопротивление, сказал Лилиенталь Равина, воля государя будет исполнена. Услышав такую серьезную угрозу, Рабби Ицхак решил, что сотрудничество с правительством единственный выход и понадеялся на то, что если евреи будут действовать осторожно, они даже могут извлечь некоторую выгоду из создавшегося положения. Еще один кандидат, Менахем Мендл Шнеерсон, также согласился войти в состав комиссии, однако по совершенно иным причинам. Остановившись в Вильне по пути в Санкт-Петербург, Любавический Ребе объявил, что он принял на себя священную миссию противодействия замыслам правительства, чтобы сохранить неизменным традиционный еврейский уклад жизни и учения. Комиссия заседала в Санкт-Петербурге с 6 мая по 27 августа 1843 года. Кроме двух раввинов, в ее состав вошли традиционалист и финансист из Бердичева Израиль Гальперин и директор новой одесской школы Бецалель Штерн. Правительство представляли Уваров, его помощники и Лилиенталь, а студент университета Леон Мандельштам выполнял функции переводчика и писца. Лилиенталь пригласил двоих наиболее влиятельных лидеров западноевропейского еврейства, Адольфа Кремье и Сера Мазеса Монтефиори, присутствовать на заседании в качестве наблюдателей, однако оба они отклонили приглашение. Заседание комиссии держалось в секрете. Официальных протоколов или особых рекомендаций не существует. Среди опубликованных материалов из архивов Министерства народного просвещения, куда ученым открыли доступ на непродолжительное время после 1917 года, значится лишь 6 проектов, разработанных комиссией, однако их содержание не уточняется. В этих проектах содержались общие указания по образованию евреев, дополнение к уже существующим законам образования, предложения по распределению учебных часов и финансированию училищ по организации раввинских семинарий и реформе домашнего еврейского обучения, а также правила для хидеров и ешив. Когда эти проекты обсуждались в евреевском комитете, Уварову пришлось отстаивать несколько предложений, против которых ряд министров высказывали возражения. 28,5 часа в неделю отдать на изучение еврейских предметов и 15 посвятить изучению светских. Назвать раввинские училища семинариями, назначить евреев на должности инспекторов училищ, присвоить статус гимназии некоторым средним еврейским школам, предоставить иностранным евреям русское подданство. Уварову удалось отстоять все рекомендации, кроме последней. Это неудивительно, поскольку вероятнее всего они были предложены им самим или его помощниками и механически утверждались остальными членами комиссии с незначительными поправками. В завершении заседания один из помощников Уварова высказал похвалу евреям, которые в ней работали. «Имея с ними почти ежедневное сношение, я убедился в беспредельной их преданности престолу и беспрекословном повиновении высочайшей воли не только за страх, но и за совесть. Все четверо люди благонамеренные, честные, с характером и без всякого подобострастия. Труды их содействовали видам правительства, заслуживают награждения». Единственным прямым свидетельствами самих участников можно считать лишь два письма, написанные рабинами, входившими в состав комиссии. 3 ноября 1843 года рабе Ицхак из Воложина написал Уварову о том, что он узнал от Лилиенталя, будто в столице ходят слухи о том, что на заседаниях комиссии раввины не осмеливаются открыто высказывать свои мнения. В письме он выразил надежду, что в министерстве не примут во внимание эту безосновательную чепуху, поскольку он неоднократно говорил некоторым наиболее влиятельным лицам о необходимости ускорить появление новой системы училищ, а также обещал различным общинам свою помощь в учреждениях школ и сельскохозяйственных поселений. Характер второго письма совершенно иной. В 1847 и 1848 году, в 5608 год по еврейскому календарю, Раби Шнеерсон писал Леону Мальдельштампу, который сменил Лилиенталя на посту ученого-еврея в министерстве. В комиссии, учрежденной правительством в 1843 году, в работе которой мы принимали участие, программа «Учились для наших детей» была разработана и одобрена правительством. И согласно воле нашего государя, она не подлежит сокращению или изменению. И воистину учебный план, который мы установили, содержит все необходимое для образования наших детей согласно положениям Торы и Талмуда. И из него ничто, упаси бог, не может быть исключено. Это письмо, по-видимому, относится не к учебному плану для училищ нового типа, а к правилам, разработанным для хидеров и ешев, которым было позволено продолжать работать, как и прежде, под надзором министерства с условием постепенного введения в программу изучения русского языка. Очевидно, в разработке учебного плана для новых казенных училищ члены комиссии достигли меньшего успеха. По словам одного историка, который ссылался на рукописные источники, но не привел никаких цитат, члены комиссии известили чиновников министерства о том, что еврейская традиция требует, чтобы каждый отец учил своих сыновей еврейским законам на древнееврейском или арамейском языке и разъяснял их содержание только на идише. После того, как эта религиозная обязанность будет исполнена, закон не возражает против изучения общих дисциплин, при условии, что преподавать их станут только старшим учащимся и в особых комнатах, расположенных отдельно от помещений, где проходит религиозное обучение. Только часть этих рекомендаций была одобрена министерством, увеличено количество часов, отведенных на еврейские предметы, обещана замена катехизиса, составленного по образцу практиковавшемуся в реформнистских школах Германии с изучением Талмуда. Решено было также принимать детей с 8-летнего возраста, а не с 6 лет, как планировалось изначально. Ученики тех двух раввинах, что входили в состав комиссии, оставили различные рассказы о том вкладе, который их учителя внесли в ее работу. И хотя там довольно много о географических неточностях, из этих историй можно много узнать о реакции традиционалистов на создание комиссии. В наиболее подробном отчете, написанном правнуком Раби Менахема Мендла Шнерсона, говорится, что за все время существования комиссия раввина 22 раза сажали под домашний арест и наказание за его смелые и откровенные высказывания в защиту еврейской традиции. Он отказывался согласиться на изменение даже самого незначительного обучия. В то время как Раби Ицхак из Воложина, главный противник хасидизма, на тот момент предпочел воздержаться во время важнейшего голосования по поводу сокращения богослужения. Менахем Мендл поставил под сомнение саму правомерность подобного голосования. Не спешите принимать такое решение. Я уже несколько раз был наказан за то, что настаивал, чтобы Министерство культуры пригласило этих избранных еврейских граждан, дабы выслушать их по поводу еврейского закона и обычая. Министр пожелал услышать их мнение, однако не вызвал, чтобы известить их о мнении министра по этим вопросам. Знания министра об этих предметах подчеркнуты не из подлинных источников, а из продажных источников, исходящих от атеистов или невежд, несмыслящих в Торе. Сведения о еврейской вере, полученные от этих атеистов, ошибочные и запутанные, и смешные для любого еврея сведущего в Торе. Я должен повторить то, что говорил уже ранее. Министерство культуры не имеет власти над еврейским законом и правом. Если министерство оставляет за собой право решающего голоса, то я, как уже предупреждал, выхожу из состава комиссии и настаиваю на разрешение покинуть вас. Такого разрешения дано не было. Равина вызвал Уваров, чтобы предъявить ему обвинение в неповиновении. Тот отрицал свою вину и снова был арестован. Следующее заседание комиссии отложили на неопределенный срок. Лишь благодаря ходатайству давнего друга Любавической династии графа Голицына обвинение было снято, и заседание комиссии возобновилось. На этом описание заканчивается. И о роли Равина в принятии комиссии окончательных решений более не упоминается. Последователи Раби Ицхака из Воложина гораздо менее восторжены в своих воспоминаниях об участии последнего в голосованиях ничего не сказано. Зато приведены его мудрые доводы в ответ на колкости Уварова. Так, когда министр попытался обидеть евреев, вопросив Бога, зачем он создал такой слабый и презренный народ, Раби Ицхак разразился веселым смехом. Когда его попросили объяснить столь странную реакцию, он ответил Уварову, что давно ждал этого вопроса, ибо пророчество Валаама гласило, в свое время скажут об Якове и об Израиле, вот что творит Бог. В единственном рассказе, найденном среди воспоминаний учеников, Раби Ицхака говорится о том, в каком настроении он пребывал после завершения работы комиссии. Возвращаясь из Санкт-Петербурга домой, Раби Ицхак становился в Великамире и поведал в небольшой группе посвященных, которые расспрашивали его о проделанной работе следующее. Поверьте, мне совершенно нечего вам сказать. Неудачи не обсуждают. Избавление еще не пришло. И давайте надеяться на то, что больше никаких безбожных законов не выпадет на нашу долю. Над нашим народом нависла угроза уничтожения и сейчас только молитва и милость Божья могут помочь нам. Больше мне нечего вам сказать, мои братья. Остается неясным, самостоятельно ли Раби Ицхак пришел к выводу о том, что его умеренная политика сотрудничества оказалась ошибочной. Однако можно с уверенностью сказать, что так полагало преобладающее большинство среди русских евреев-традиционалистов. Как вы говорите, Хасидов, так и Метнагдим. Линии фронта обозначились более определенно, чем прежде. Государство и Маскилим по одну сторону, Всевышний и его народ по другую. Маскилим приняли во внимание, что мнение, хотя и они также верили, что Господь на их стороне, они праздновали учреждение комиссии, рассматривая его как окончательный удар над обскурантистами и предвестниками грядущего избавления. Таким образом, учреждение комиссии в 1843 году стало вторым и решающим поворотным моментом в отношениях маскилим и традиционалистов. Гаскало стало официальной политикой русского правительства. Это было подтверждено законом от 13 ноября 1844 года об учреждении особых училищ для образования еврейского юношества. Независимо от учебы евреев в христианских учебных заведениях учреждались особые еврейские училища, начальные училища первого разряда, соответствующие церковно-прикладским школам и средние училища второго разряда, ответствующие уездным училищам, а также раввинские семинарии для подготовки учителей еврейского закона и раввинов. Училища должны были быть устроены согласно действующим постановлениям Министерства народного просвещения с принятием в нужных по усмотрению министра случаях соображений законов и обычаев евреев. Еврейские предметы должны были преподавать еврейские учителя, прочие дисциплины евреи или христиане. Учителям из христиан предоставлялись те же права, что и в христианских училищах. Евреи, служившие в училищах, освобождались от рекрутской повинности. На евреев, посещающих новые училища, распространялись те же привилегии, что и на тех, кто учился в общих христианских учебных заведениях. Освобождение на 10 лет от призыва для посещающих училища 2-го разряда, на 15 лет для окончивших гимназии и пожизненное освобождение от воинской службы для тех, кто прослушал гимназический курс в полном объеме и показал особые успехи в русском языке и словесности. На содержание училища должны были выделяться специальные средства, которые собирало министерство. Частные еврейские учебные заведения и домашние учителя также переходили под надзор министерства. Для осуществления контроля за вводимыми новыми порядками учреждались особые временные губернские и уездные комиссии, состоявшие из христиан и евреев. Закон завершался следующим утверждением. Мы надеемся, что это новое доказательство заботы нашей об нравственном улучшении состояния евреев побудет их содействовать и со своей стороны всеми зависящими от них средствами к исполнению предначертаний, кладнящихся к истинному их благу. Одновременно с обнародованием закона министерство издало подробные указания, касавшиеся каждого из аспектов закона. Это был документ из 286 параграфов. Ниже приведены 12 наиболее важных пунктов. Первая. Противоречивая фраза «Цель образования евреев состоит в постепенном сближении с христианским народонаселением и в искоренении суеверия и вредных предрассудков, внушаемых учением Талмуда». Второе. Училище 1-го разряда открывать во всех местах жительства евреев, где к тому представляется возможность. Училище 2-го разряда открывать только в тех губерниях, где по многочисленности народонаселения евреев и особенным местным обстоятельствам не предвидится возможности посылать еврейское юношество в общие уездные училища и гимназии. Третье. Для приготовления учителей учредить две раввинские училища и одно из них открыть в Вильне, другое в ином месте. Четвертое. Несмотря на обещания данные раввинской комиссии в 1843 году, стараться по возможности нынешний образ учения еврейской веры заменить катехизисом, вроде употребляемых в Германии. Пятое. Раввинское училище подчинить начальству директоров из христиан, а надзор за преподавание еврейских предметов верить под его заведованием инспектору из евреев. Шестое. В случае надобности учителей еврейского закона могут быть назначаемы из чужих краев, преимущественно из Баварии, Пруссии и Австрии. Седьмое. Для необходимых объяснений по предметам чисто еврейским иметь при попечителях округов и при министерстве по одному ученому еврею, как из русских подданных, так и из вызванных из-за границы евреев. Восьмое. Предметы учения в еврейских училищах первого разряда. Суть. Первое. Закон еврейский. Второе. Чтение письмо на русском языке с началами русской грамматики. Третье. Чтение письмо на древнем еврейском с началами грамматики. Четвертое. Четыре первые правила арифметики чистописания. В училищах второго разряда к этим дисциплинам добавлялись всеобщая и в особенности русская география, русский язык, всеобщая и в особенности русская история, черчения. Из реальных наук могут быть вводимы в бухгалтерия, геометрия и механика. Сведения из естественной истории, физики, химии и общие понятия об отечественных законах, порядке и формах судопроизводства, особенно по делам, относящимся к торговле. Девятое. Обучению. В ешеботах будет предшествовать четырехлетний подготовительный курс, в котором в дополнение к еврейским предметам учащиеся будут изучать русскую словесность, логику, латынь, немецкий, французский языки, математику, географию, статистику, всеобщую и русскую историю, физику, чистописание и черчение. За этим курсом последует или одногодичный педагогический курс, или двугодичный курс для обучения раввина. Десятое. Талмуд Туры имеют целью презреть и детей бедного состояния под заведованием избираемых от общества еврейских общин старшин. Одиннадцатое. Хедеры будут официально разделены на два вида. Начальные для детей моложе восьми лет и средние для детей от восьми лет. В течение шести месяцев со дня объявления всех правил каждый меломед и директор Хедера должен предоставить министерству список и число учеников своего заведения и свидетельство от местного гражданского начальства о хорошем поведении. Те из них, которые в указанный срок не исполнили выше указанной обязанности, лишаются права на содержание училища и могут вновь приобрести оное, не иначе, как выдержав предварительное испытание. Такому же испытанию подвергаются и те евреи, которые пожелают учредить новые честные училища. Двенадцатое. Главы Ешив должны ввести подробный список учеников своего заведения, составить программу предметов, которая через попечителя округа доводится до Министерства народного просвещения. В конце учебного года в Ешивах предусматривалось проведение публичных испытаний в присутствии учебного начальства и посторонних лиц для того приглашаемых. Через 8 месяцев после обнародования этого указа Макс Лилиенталь покинул Россию, непродолжительное время пробыл в Германии и уехал в Соединенные Штаты, где стал влиятельным деятелем реформирского движения. Начиная с 1845 года, историки и комментаторы размышляли о причине этого поступка и выдвинули 10 различных гипотез для его объяснения. Первое. Лилиенталью открылись истинные намерения правительства, и он понял, что стал жертвой обмана лицемерного режима, стремящегося ослабить еврейскую веру, а не улучшить положение евреев. Самая распространенная версия. Второе. Он убедился в том, что целью учреждения новых училищ было обращение евреев в христианство. Более убедительный вариант, чем выше приведенная аргументация. Третье. Он был разгневан попытки правительства обратить его самого в русское православие. Второе. По популярности объяснения. Четвертое. Он был раздосадован тем, что предложенные планы для новых училищ не соответствовали его собственному убедению. Пятое. Он был оскорблен тем, что правительство так и не выполнило своего обещания пригласить немецких предавателей в новые училища. Шестое. Его привел в ужас указ, запрещавший проживать евреям на расстоянии менее чем 50 верст от западной границы империи. Седьмое. Он боялся еврейских масс. Восьмое. Он не занимал никакой должности в России. Девятое. Ему стало известно о так называемой секретной записке, в которой Уваров раскрывал свои истинные миссионерские цели. Десятое. Он решил уехать, когда убедился в том, что изучение Талмуда исключено из учебного плана училища. Однако, если внимательно проанализировать источники, все перечисленные выше гипотезы не выдерживают критики. Большинство из них практически бездоказательны и могут быть легко опровергнуты доступными свидетельствами. Три из них основаны на сомнительных источниках, которые нуждаются в тщательной проверке. Несколько гипотез можно отбросить сразу же. Мнение, согласно которому программа училищ не соответствовала планам Лилиенталя, опровергается бесчетными мемориями, направленными им Уварову, из которых очевидно безоговорочное совпадение цели и метода, предложенных Лилиенталям, с планами правительства, обнародованными законом 1844 года. Точно так же его не могло разочаровать исключение Талмуда из учебного плана училищ, поскольку объем и форма изучения Талмуда полностью соответствовали его собственным рекомендациям. Мнение о том, что он уехал из-за того, что не были приглашены учителя из Германии, так же несостоятельно. Как раз перед отъездом он заявил, что надеется, что приглашения немецким учителям будут направлены, и в действительности решение не нанимать учителей из-за границы было принято уже значительно позже, после того, как он оставил Россию. Столь же безосновательно и гипотеза о секретной записке. Во-первых, факты свидетельствуют о том, что Лилиенталь нигде не ссылался на этот документ, а во-вторых, в нем имелось секретов не более, чем в любом внутриминистерском докладе. В этой мемории не было ничего того, что было бы неизвестно Лилиенталю. Напротив, он разделял многое идеологическое и интеллектуальное устремление Уварова. И, наконец, идея о том, что Лилиенталь опасался народного гнева, является анахронистской проекцией народнически настроенных историков, не подкрепленной ни фактами, ни логикой. Из всех выше приведенных гипотез, лишь три заслуживают серьезного рассмотрения. Первое из них – мнение о том, что Лилиенталь был разгневан по попытке обратить его в православие, что подтверждается двумя источниками. В газете Allgemeine Zeitung des Judentums перепечатано сообщение из Кёнигсберга, впервые появившемся в Deutsche Allgemeine Zeitung, где почти в истеричной манере и с большим количеством неточностей рассказывалось о политике российского правительства в отношении католиков, протестантов и евреев. В конце статьи ее анонимный автор сообщал, что российские власти пытались обратить доктора Лилиенталя в крестьянство. Подобный безосновательный слух, почерпнутый из столь сомнительного источника, едва ли может служить веским доказательством такой гипотезы. Это признают даже ее сторонники, однако по их словам его подтвердил сам Лилиенталь в своем письме Людвигу Филипсону, написанном вскоре после приезда в Америку. В нем он писал «Всевышний, ради которого я оставил свою службу в России во имя его священного имени, я пожертвовал жалованием, почестями и своим положением. Он – Отец Всего Сущего, кому я вручил свою судьбу в милости своей, помог мне и дал мне новое поле для деятельности». Это утверждение звучит столь же высокопарно, как и двусмысленно. То, что Лилиенталь пожертвовал своим положением и отказался от должности, можно понимать по-разному, особенно в устах немецкого реформистского раввина, склонного к тяжеловесным преувеличениям. Рассматривать его высказывание как неопровержимое доказательство на сопротивление крещению, значит стать жертвой противоположного умозаключения. Предполагается, что Лилиенталья склоняли к крещению, а потом соответствующим образом истолковывается это двусмысленное свидетельство. Неопределенность слов самого Лилиенталя оставила этот вопрос открытым. Такое толкование могло бы быть правдоподобным, если бы кто-нибудь смог объяснить, кто и почему пытался его крестить. Никто из сторонников этого мнения не пытался этого сделать, причем по одной и той же причине. Если согласиться с традиционным взглядом на миссионерское побуждение образовательной реформы, то эта версия основывается на том, что назначением новых училищ было обращение евреев к христианству. Если же это соображение подвергнуть сомнению, то проблема, разумеется, становится еще острее. В любом случае, правительство было хорошо осведомлено об оппозиции со стороны подавляющего большинства русских евреев, Лилиенталю и неприятие училищ. В результате правительство стремилось приглушить эту оппозицию и убедить евреев в том, что политика властей ни в коем случае не имеет никаких замыслов, направленных на их обращение в христианство. Крещение Лилиенталя привело бы к полному отчуждению всех евреев, включая даже маскилин, от школьной реформы и обрекло бы все планы правительства на неудачу. Ввиду отсутствия достоверных свидетельств, доказывающих обратное, эту гипотезу необходимо отвергнуть как недоказанную и нелогичную. Наиболее распространенная теория о том, почему Лилиенталь разочаровался в планах правительства, тоже осложнена рядом несоответствий текстуального и логического характера. До отъезда из России Лилиенталь не выказывал ничего, кроме полного и безоговорочного доверия целям и политике правительства. Лишь через несколько лет после приезда в Америку он впервые позволил выразить отрицательное мнение о Николае Первом и его режиме. Причем не то, что неодобрительное, а прямо-таки оскорбительное. В нескольких статьях он окарактеризовал всю историю евреев России как беспрерывную череду гонений и страданий и заключил, что евреям в России надеяться не на что, кроме как на милость Всевышнего. Однако Лилиенталь никогда не связывал подобные высказывания с отказом от русской миссии, при том, что у него абсолютно не было причин что-либо утаивать по этому вопросу в своих публикациях. Вальгемайн и Цайтунг или The Occident в действительности тщательный анализ этих статей, на которые, что показательно, сторонники этой теории никогда не ссылаются, а лишь мимоходом упоминают о них, делается существование подобной связи еще более сомнительным. В последней статье этой серии, впервые опубликованной под названием «Русиша-юдише-скицин» Лилиенталь писал, «Пока император не отклонил прошение его министров или же не давал санкцию на их предложение своей подписью, еще была надежда. Когда же все надежды были разбиты, не осталось ничего, кроме уверенности в том, что если Всевышний не помешает этому, иудаизм в России будет уничтожен». Однако на предыдущей странице он указывает точную дату предполагаемого изменения в имперской политике и одобрения Николаем Первым этих безнадежных планов, а именно 13 ноября 1845 года, которое наступит только через целых 5 месяцев после его отъезда из России. Согласно свидетельству самого Лилиенталя, получается, что решающее изменение российской политики, ставшее причиной его разочарования, произошло уже после того, как он покинут страну. Причина заблуждения историков относительно самого момента, когда произошло разочарование Лилиенталя, кроется в простом, если не ошибочном силлогизме. В своих мемуарах Лилиенталь упоминал, что в первый свой приезд в Вильню он пообещал собравшимся, что немедленно оставят свою должность, если узнают, что в замыслах правительства появилось что-либо опасное для еврейской религии. И хотя не существует какого-либо совершенно независимого подтверждения, что такое обещание было дано, все исследователи, описывающие эту встречу, принимают ее как свершившийся факт. Таким образом, их рассуждения оказываются безупречными. Первое. Лилиенталь обещал отказаться от своей миссии, если обнаружат, что реформа угрожает еврейской религии. Второе. По этой причине он покинул Россию и позже выразил разочарование в планах правительства, следовательно, третье он покинул Россию, потому что узнал, что планы правительства таили в себе такую опасность. Еще одно обстоятельство, опровергающее эту версию, недвусмысленные заявления самого Лилиенталя о том, почему он отказался от своей миссии. В статье, опубликованной в Евиш Таймс в 1870 году, Лилиенталь писал об указе, обнародованном Николаем Первым в апреле 1843 года о выселении евреев с территорий отношения отстоящих менее чем на 50 верст от прусской и австрийской границ империи, а также о том, насколько он был потрясен этим решением. В отличие от предыдущего в этом рассказе, праведники и грешники меняются местами. Министров тоже ужаснуло решение царя и они пытались разубедить его, обращаясь в Сенат и Комитет Министров. Однако в конце статьи Лилиенталь упоминает, как он получил записку от члена Государственного Совета Вронченко с просьбой немедленно явиться. Когда я подавленный вошел к нему в кабинет, он сообщил мне, что император отклонил петицию Совета и все надежды на отмену указа рухнули. Тогда я принял решение оставить государственную службу и в июле 1845 года покинул Санкт-Петербург, чтобы отправиться к берегам страны прав человека и свободы. Это заявление, не имеющее никакого отношения к образовательной политике правительства, подтверждает шестую из выше приведенных гипотез. Однако, если рассматривать эту версию в свете действительной хронологии исполнения указа от выселения, она не выдерживает критики. Как и отмечает Лилиенталь, указ был обнародован 20 апреля 1843 года и последовал за ходатайством, которое рассматривалось несколько месяцев. Хотя он не указывает на дату, когда была наложена резолюция государя на этом обращении, но согласно официальным источникам, она относится к 10 января 1844 году. Если бы Лилиенталь действительно принял решение оставить государственную службу сразу после того, как узнал о повелении царя, он уехал бы в начале 1844 года. Однако, через полгода 6 июля Лилиенталь написал письмо в Мюнхен отцу своей невесты, в котором упоминал о своем негодовании по поводу указа о выселении евреев с полосы расположенной в 50 верстах от границы, хотя самому себе предрекал блестящее будущее в России. Можно сказать с уверенностью, что работа над новыми законами касательно евреев, то есть касательно новых училищ, вот завершена к концу этого года, следовательно, я могу повторить то, о чем уже сообщал ранее, то есть, что должность с жалованием в 1000 рублей мне обеспечена. А примерно через 5 месяцев, в декабре 1844 года, он написал своей невесте Пепи Нетр из моего письма к вашему отцу вы узнаете, что меня должны назначить на должность и в мае, если будет на то воля Божья, я надеюсь привезти вас с собой домой. Мой визит в Мюнхен продлится самое большее три недели, ибо моя работа не позволяет мне оставаться дольше, если только я не получу распоряжение от правительства, которые заставили бы меня продлить пребывание в Германии. Сделайте все необходимые приготовления и приготовьте приданное. Шубу в России сшить к сроку не удастся. Меха здесь очень дороги, вдвое дороже, чем в Германии. Мне кажется, дамы сейчас носят лису. Через 3 месяца он снова пишет госпоже Нетр. Передайте вашему отцу от меня сердечную признательность за то, что он позаботился о шубе для вас. Что касается ваших платьев, то наилучшими материалами будут шерсть и шелк. Вы знаете, как я не люблю шелк, но петербургскую моду нельзя не принять во внимание. Из этих писем очевидно следует, что через 13 месяцев после высочайшего повеления о выселении евреев из 50-верстной приграничной полосы Лилиенталь все еще намеревался остаться на службе у Николая I. Так почему же он уехал и почему так и не открыл причины отъезда? Прежде всего необходимо переформулировать вопрос, на который мы пытаемся ответить. Проблема не в том, почему он покинул Россию. Еще с того времени, как Лилиенталь приехал в Ригу, он планировал вернуться в Мюнхен, чтобы жениться на Пеппи Неттерн и увезти ее в Россию. Видимо, до 1844 года ему удавалось получить разрешение покинуть страну. Не удавалось получить разрешение. Поэтому он несколько раз откладывал свой приезд и день свадьбы, за что неоднократно просил прощения в своих многочисленных письмах. Когда он все же поехал в Мюнхен, его отъезд отнюдь не был тайным, как всегда принято было считать. 8 декабря 1844 года он покинул. Он получил у правительства разрешение поехать в отпуск в Германию. И об этом говорится во втором из вышеприведенных писем. После еще одной непродолжительной задержки, к тому времени его невеста уже начала проявлять нетерпение, он взял отпуск и уехал из России в июле 1845 года. А 27 августа они с Пеппой Неттер поженились в Мюнхене. Однако за 13 дней до свадьбы отец Лилиенталя написал Уварову письмо с просьбой продлить отпуск сына из-за его болезни. Два месяца спустя 25 октября 1845 года Лилиенталь известил Уварова о своем отказе от должности. Скорее после этого он отбыл в Америку и приехал в Нью-Йорк в ноябре. Таким образом представляется правильная следующая формулировка вопроса. Не почему он уехал, а почему решил не возвращаться. Чтобы ответить на него необходимо взглянуть на образ Лилиенталя с иной точки зрения, чем существует в исторической литературе. Кипевшие вокруг затеи Лилиенталя страсти, касавшиеся вопросов о роли русского правительства в реформировании евреев, самой природы гасковой отношений между немецкими и русскими евреями превратили всех участников этого эпизода в национальные и моральные символы, что мешало воспринимать их как обычных смертных, испытывающих земные чувства. Поскольку страсти уже давно ушли в прошлое, мы можем обратиться к человеческим переживаниям участников той истории. В этом могут помочь письма, которые Лилиенталь писал из Риги и Санкт-Петербурга своим родным и невесте, приведенные в его биографии лишь частично, поскольку, как объясняет автор, там есть места слишком личного характера, поэтому приведены лишь те фрагменты писем, которые могут представлять общественный интерес. К счастью, невестку Лилиенталя Софи это не смутило, и она восстановила пробелы в этой переписке, опубликовав на собственные средства хронику семьи Лилиенталь. Когда Макс Лилиенталь приехал из Мюнхена в Россию, ему было 23 года. Его назначение в Риге стало, по сути, первой его постоянной должностью. Он подавал несколько прошений, претендуя на место Равина, однако получил отказ, поскольку поддерживал реформизм, который был в то время не в чести у баварских властей. Однако вскоре после приезда в Ригу он понял, что перед ним вовсе не открываются те блестящие перспективы, на которые он рассчитывал. Небольшая местная еврейская община была втянута в запутанную тяжбу, угрожавшую самому ее существованию, и надежда на благополучный исход была весьма зыбкой. В письме брату Самуэлю Лилиенталю «Будучи убежденным в том, что общине будет очень трудно выполнить свой проект и тем самым положение школ окажется очень ненадежным, я попытался обеспечить себе блестящее будущее, представив вышеупомянутому министру Уварову план создания консисторий, и министр очень его одобрил. Таким образом я заявил о себе министру, никогда нельзя упускать подходящий момент, не воспользовавшись им». Тем не менее, на его мюнхенских родственников это не произвело впечатления. Отцу Лилиенталя и что тоже немаловажно его будущему тестью русская авантюра казалась очень сомнительной. Сможет ли он обеспечить себя и свою будущую жену? Его отец написал ему несколько ужасных неприятных писем с обидными и горькими упреками, убеждая потребовать повышения жалования и советую вернуться в Германию, если его положение не улучшится. Макс был непреклонен. Он писал еще из Риги. «Ты говоришь возвращайся? Очень хорошо, но ты полагаешь, что это так просто сделать? Где все эти свободные должности? Где эти места? Где можно немедленно найти работу? И потом, неужели я так скоро откажусь от избранного мной карьеры? Должен ли я поверить, что Господь по своему своенравию сделал меня слепой игрушкой судьбы и забросил меня в Россию, чтобы по воле другой прихоти извергнуть меня вновь? Когда я смотрю на то, что я успел сделать за эти восемь месяцев, я убежден, это убеждает меня в обратном. В том же письме он продолжает, когда я думаю о своих взаимоотношениях с властями, о том, как мне благоволит министр, с какой отеческой добротой он ко мне относится, как благосклонно и уважительно ко мне еврею прислушиваются, как делается все возможное, чтобы меня поощрить, когда я думаю о том, что мне готовят завтрашний день, я не соглашусь поменяться положением ни с кем из моих соотечественников в Германии и ощущаю, что в почете положение и репутация я превосхожу их. Однако надежды на блестящую карьеру и высокий доход не оправдались. Действительно, в Санкт-Петербурге Лилиенталь занимал определенное положение, но не стоял у руля реформы русского еврейства, как надеялся. Вместо этого он стал первым ученым-евреем при Министерстве Народного Просвещения. Это едва ли соответствовало его представлению о той высокой должности, которую он ожидал и в неминуемости, которой неустанно заверял свою семью. Жалование Лилиенталя было достаточно высоким и примерно соответствовало заработку квалифицированного фабричного рабочего в Санкт-Петербурге того времени. Но за все время его пребывания на службе оно ни разу не было увеличено и вряд ли соответствовало его честолюбивым замыслам и мечтам о столичном обществе, попасть в которое он так стремился. Более того, хотя нет свидетельств того, что в его отношениях с правительством за время пребывания в России существовали какие-либо трения, тем не менее имеется множество подтверждений все нарастающего отчуждения между ним и обоими лагерями русского еврестия. Возникшие проблемы с традиционалистами были вполне предсказуемы и неизбежными. Однако тот факт, что от него отвернулись те, кто должен был его поддержать, маскилин, стал неожиданностью не только для него, но и для его потенциальных союзников. Некоторые проблемы, с которыми столкнулся Лилиенталь, объяснялись завистью и экономической конкуренцией. Основатель первого Вильне училища, созданного на основе принципов Гаскала, Герш Клячко, в апреле 1842 года направил правительству донос на Лилиентале и Ниссана Розентале, обвинив их в противозаконной деятельности. Директор Одесского еврейского училища Бецаль Штерн не скрывал пренебрежительного отношения к Лилиенталю, намеренно уклонился от встречи с ним во время его визита в Одессу и предпочел вместо этого заняться изучением караимской древности в Крыму. На заседаниях Равинской комиссии между ними неоднократно возникали открытые столкновения. По одному из свидетельств во время одной из дискуссий Штерн якобы сказал Лилиенталю «Вы ничего не знаете?» На что последний как будто ответил «Одно я знаю лучше вас, гер-директор, как держать рот закрытым». Хотя возможно эта враждебность объяснялась еще и профессиональной завистью, до появления Лилиенталя Штерн считался самым уважаемым поборником просвещения и наиболее влиятельной фигурой в сфере современного образования в черте. К тому же между ними существовало глубокое идеологическое разногласие. Основываясь на собственном опыте, приобретенном в Галиции и Одессе, Штерн был убежден, что реформа в образовании может быть успешной лишь тогда, когда будет сражать желание уже просвещенной общины. Реформы сверху и извне будут отторгнуты и времени и обречены на провал. Поэтому Штерн с гораздо меньшим энтузиазмом относился к предложениям правительства, выдвинутым на заседание комиссии в Санкт-Петербурге и в соответствии с любавической традицией. Едва ли благосклонно к направлению иудаизма, которому он принадлежал, часто вставал на сторону традиционалистов против Лилиенталя. Даже те русские москелин, которые полностью поддерживали государственную политику просвещения реформы сверху, со временем стали противниками Лилиенталя. Один из руководителей умеренной группы виленских москелин, Мардыхай Агарон Гинсбург, написал до такой степени резкую статью о Лилиентале, что ее пришлось опубликовать за границей. Эта статья под названием Магит Эмет «Возвещающий правду» была написана в целях опровержения сочинения Лилиенталя Магит Ешуа и касалась двух связанных между собой вопросов. Некомпетентность Лилиенталя как несведущего в условиях русской действительности иноземца и его пренебрежение к местным москелин. Кто он такой, этот немец? С негодованием вопрошал Гинсбург, чтобы заявлять русским евреям, что они не могут сами себя спасти. Это не тот человек, который нам нужен. Он разбирается в Торе хуже, чем молодые учащиеся. Да и его знания философии не столь велики. Нельзя отрицать, что эти доктора наук из Германии хорошо говорят по-немецки, ибо это их родной язык, а также по-французски и часто по-английски. Они знают латыни, логику, историю, географию и так далее, но гимназисты тоже все это хорошо знают, какое отношение все эти знания имеют к званию доктор философии. В этом заключался фундаментальный культурный антагонизм между русскими москелин-самоучками и получившими университетское образование немецкими реформистами. «Да простит Всевышний в милости своей наших немецких собратьев», продолжал Гинсбург, «Ибо их раввины нарушали законы Торы, так же, как и обитатели Польши с их старыми раввинами нарушили законы благоразумия». Алилиенталь к тому же соединил свое невежество со своим самомнением и нечестностью. Во звании Магид Ешуа он не упомянул о решающей поддержке, которую ему предоставил Ниссан Розенталь и утверждал, что образовательная реформа была предложена самим императором, а не его министрами, что не соответствовало действительности. И, наконец, во время поездки по России он совершенно обошел вниманием всех русских москерин, знался только состоятельными людьми и до смешного часто братался с кассидами. В Риге он был на своем месте, однако совершенно не подходил для той роли, которую он в самом мнении взял на себя. Даже наиболее радикально и прозападно ориентированные русские москерин вскоре отвернулись от Лилиенталя, хотя до этого и возлагали на него большие надежды и мирились с его самовлюбленностью. Тем не менее, для них еще решение создать раввинскую комиссию оказалось нестерпимым. Что у нас общего с раввинами? как эти праведники спасут нас? Разве Израилю недостаточно торы? Разве они собираются добывать еще какие-нибудь заповеди к своду законов? Если бы доктор исполнил свой план и предложил министру пригласить немецких раввинов для нашего спасения, как мы надеялись, это было бы мудро и справедливо и очень бы нам помогло. А что могут для нас сделать эти немые идолы, которые не умеют говорить и далеки от какого-либо знания о нас? Мы утратили веру в доктора. Он занят лишь православием, прославлением своего собственного имени перед министрами. Лишенный поддержки москелем, Лилиенталь оказался на низкооплачиваемой, не удовлетворявшей его должности, без надежды на блестящее будущее, которое он обещал своей семье. Возвратившись в Мюнхен, он не мог развеять сомнения и успокоить отца и теста. Что в действительности произошло во время пребывания Лилиенталя в Германии неизвестно. Также остается невыясненной природа болезни, о которой писал Уварову его отец, прося продлить пребывание сына дома. Могло ли продление отпуска или даже отказ от русской миссии быть условием, без выполнения которого женить бы Лилиенталя на Пеппи Нетро была невозможна. Нам даже неизвестно, самостоятельно ли Лилиенталь принял решение не возвращаться в Россию или сделал это под давлением семьи. Таким образом, остается простая, хотя и недосказанная гипотеза. Осознав крушение надежд на блестящую карьеру в России, Лилиенталь подчинился прежде всего личным и семейным обстоятельствам и отказался от русской миссии, покинув страну через черный ход. Очевидно, даже если эта теория верна, Лилиенталь не стал бы приводить подобные доводы